Я тут подумал, что если когда-нибудь у меня будет программа своя авторская, Ромашковое поле ее можно назвать. Почему бы и нет, друзья? Здравствуйте, Лиза Калинина и наша замечательная гостья, Ирина Забияка, лидер группы Чили. Привет, Ирочка. Ира, привет. Ну как настроение? Как лето? 31 августа? Последний день лета. Вот, вот тебе на Ромашковом поле уже не целуешься. Ира. Ну, на Ромашковом, да. На осеннем можно. На снежном зато можно замечательно поцеловаться зимой. После того, что ты делаешь в клипах, мне кажется, ты вообще можешь сделать все. Ведь все-таки в клипах приходится работать. Шить не умею, например. Шить? Зато готовишь прекрасно. А вот вы все знаете. Ну, слушай, да. Мы можем. Ну, в общем, настроение хорошее, бодрое. Мы сегодня, на самом деле, расскажем... Вы уже слышите, как Шепутинский подходит к календарю. К третьему сентября. Михаил Захарович, большой привет. Он уже идет так медленно к ним. Через выходные он как раз тут подберется. А, кстати, вот у меня до сих пор, когда первое сентября, вот вас не дергается глаз. Из-за школьных... Какой-то такой вот депрессняк начинается. Скоро в школу. Я сегодня рассказывала о своих впечатлениях. Ты понимаешь, как в моей семье есть люди, которые идут за меня. И я вот понимаю, я на них смотрю. У меня еще не идет. Я просто рассказывала сегодня. У меня 31 августа всегда было мне очень грустно. Вот всегда я помню, каждый год, все мои 10 лет, мне было очень грустно. Потом как-то нормально первого, а вот 31-го, да. Но сегодня нет, ты знаешь. Вот вы представляете, какой отпечаток, да, вот на нас накладывается. На психику, да, вот это все 10 лет. Да, 10-летнее образование. Ира, а в школе ты как была? Какой ученицей? Прилежной? Нет, 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 нет. Я закончила, у меня тройки были и по химии, и по физике. В общем, я гуманитарий, можно так сказать. Хотя мне давалась математика, если бы не моя природная лень. Вот я до сих пор даже люблю, когда засыпаю, умножать цифры, например. Там 32 на 64, ты-ты-ты-ты-ты в голове это все. Да ты что? Это у тебя в столбик. Я быстро не засчитаю, я не гениальный математик. Если вы сейчас зададите мне этот вопрос, будет огромная пауза. Ну я даже не возьмусь считать, понимаешь? А ты все-таки можешь. Ну как-то вы видите. А поведение какое в школе было? А? Поведение в школе какое было? Поведение? Ну да, оценка поведения. Нет, то есть у меня хорошее. Нормально? Я такая была, ну я просто на 50% интроверт. И достаточно такая в стороне держала. Я обычно выбираю людей, которые мне сразу нравятся. Открываются. И я сразу становлюсь экстравертом. А так я в принципе вот с людьми, которым не открыто, а я достаточно такая в сторонке. В школе я тоже держала в стороне. Каким будет Матвей, как ты считаешь? Беспонятно. Сынок. Вот ему сейчас 5. Такой раз был. Через 2 года. 5-6 будет через 4 месяца. Экстраверт. Нет? Ну он такой, да. Он козырок, он такой вот. Активный. Но вы знаете, он очень долгое время вообще не хотел общаться с детьми. С детьми, а со взрослыми? Со взрослыми прекрасно, а вот дети вот нет, не хочу, не буду. Ну ты так вот как-то избегал, ну тоже такой выбирает кого-то и цепляется. В садик, конечно, не хочет. Весь в маму. Подожди, в спорт. Я вот хочу в садик, а он не хочет, понимаете. А там хорошо, чего, поспал. Поел. Режим. Поел, причем у них, знаете как, у них нет такого, что там у них обед, надо все сели и едят. Нет, у них свободно. Вот у них обед в течение двух часов. Ребенок хочет, ему так, он не хочет, не надо. Фуршет, понимаешь, как в гостинице, холл-инклюзив. Кроме того, еще самое смешное, его не принуждают есть вот обязательно то, что вот они приготовили. Был момент, когда он заставил жарить греночки воспитателя, ну повара в детском саду. Скажи, пожалуйста, он при этом повару протянул диск мамы, чтобы... Не видела. Не видела, да? Ну все, может быть, он не договаривает чего-то. Друзья, у нас на самом деле сегодня много интересненького. Мы познакомимся с новой работой, но об этом чуть-чуть попозже, так что будьте со стороной ФМ. Ири, вы можете уже задавать свои вопросы. 909-928-1-89-9, ватсап, вайбер, смс. И группа ВКонтакте уже есть пост, так что с нами интересно, будьте со стороной ФМ. Дорогие друзья, мы продолжаем. Роман Шахов, Лиза Калинина в студии. И у нас сегодня Ирина Забияка, солистка группы Чили. Ира, ну расскажи, у тебя сейчас вообще какое время? Вот ты больше работаешь, отдыхаешь. Вот какой сейчас такой был сезон, пускай. Давай лето возьмем, период летний, три месяца. А, летний, ну... Был такой труд-труд или расслабончик? Вы знаете, нет, достаточно спокойное время. И я проживу за городом, в лесу. Много природы, воздуха. Гармония такая. Гармония. Встречаются. Я давно туда ехала. Кролики бегают. Для гармонии. Кролики. Ну а... Что кролики? Вы знаете, у меня уже ребенок, мы в Москву съездили, я хочу на роликах, хочу на роликах. Иручка, я... Он думал, что он сейчас встанет, и сразу вот он поедет, как вон-то девочка, нет? Нет. Но я тебе говорю про кроликов, которые бегают. А, кроликов, а мне ролики послушали. Я уже, видимо, оглохше от музыки. А кролик приходил к нам. Петунья. Петунья назвала ребенок, ее кроличиха это оказалась. Но мы ее также отпустили. Понятно. Ну, как-то мы сначала думали, что она декоративная. А потом... А она что-то как-то, да, за месяц набрала вес. Да. И что самое интересное, моя няня, гуляя с ребенком, она увидела хозяев кролика. Они говорят... А вы его нашли? Ой, ну нам не надо его возвращать, пожалуйста. Не надо. Одним ртом меньше. Я вот тогда уже задумалась. Может быть, это не декоративный кролик? Просто они это сразу видели. Ну, убежал, убежал. И вот он у нас тоже убежал. И там уже нашли, к кому он бежал. Ну, понятно. Но что-то его в последнее время там не видно. Может, уже его... Слушай, расскажи, а что сейчас... Вот как группа Чили поживает? Какие планы? Мы тут разбирали, что ты уезжаешь на гастроли куда-то сейчас. Ну, знаете, вообще планами делиться нельзя. Ну, хорошо, поделись в прошлом. Какие были такие яркие концерты? В общем, в плане группы Чили, да, вот мы все время пишем, все время ищем, все время делаем, экспериментируем. Иногда удачно, иногда неудачно. Ну, вот как-то вот все потихонечку. Своим чередом. Все потихонечку идет к новой пластиночке, да? Да-да-да, но торопиться-то некуда. Ну, мы будем ждать пластиночку. Видимо, когда за городом живешь, сразу становится торопиться некуда. Ритм другой. Я когда езжаю в Москву, здесь такая суета. А пишется где тебе лучше? Вот там или когда суета? Или там, конечно. Там дома? Посмотрела на звезды вечером. Я звездопад, кстати, недавно видела. Вот он был, я его как раз застала. Вышла на верандочку. И записала песенку. Пахнет, звездочки падают. Слушай, ну... И песеновая родилась. Собака рядом боится, сидит охранник. У тебя все с собой. Студия, вдохновение. Да. Села, записала тут же и... Да, да, да. Понятно. Мы сегодня послушаем новую песню. Расскажи о ней и расскажи, в каких условиях она появилась. Называется «Беги». Беги, да. Песеновая моя мужа. О! Мужу привет. Она не совсем соответствует его стилю. Он такой у меня более такой. Ну, другой. Я ее слушала. Говорю, слушай, ну прям моя песня. Вот прям моя. А писала, ну, целенаправленно для тебя? Она вот именно в духе Чили, тех самых Чили. Вы знаете, очень часто от меня у меня просят, чтобы я сделала то же самое, что тогда. Но не то, что тогда, потому что то, что тогда, все уже слышали. Уже, конечно, да. А эта песня, она вот именно вот соответствует. Вроде бы то, что тогда, но не то, что тогда. Старые новые Чили. Да, 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 да. Вот. Собственно, вот такая история у песни. А писал как? Целенаправленно для тебя? Нет, он просто писал. А, просто писал. Да, вы знаете, когда вот, как правило, кто-то пишет под меня, или я пишу под кого-то, я тоже пишу песню, это не получается. То есть песня должна родиться? Потому что, видимо, неправильно, вот очень многие неправильно видят вот артистам. Мне кажется, что вот-вот я написал вот именно для нее. Мне иногда даже присылают песни авторы. Песня прям вот для вас. Вот я прям слышу вас, вот в вашем стиле, все ваше. Слушаю, воспринимаю. Ирочка, а если, например, кто-то хотел бы написать под тебя, ты бы можешь как-то подсказать, что надо, а что не надо? Сама. Ну, лучше не надо подсказывать ничего. Лучше не надо. Знаете, это такой творческий... Угадал, молодец. Не угадал, но извини. Ну, это как одежда. Понимаете, вот если вы покупаете не обычный, вот, не в обычном магазине, где все размеры, а вот более такие вот авторские изделия, да, там, как-то. Эксклюзивные. Оно либо на вас село, оно ваше тогда, понимаете, это пальто. Либо оно на вас не село, оно не ваше. Все. Не надо его подгонять, что-то там под, ну, просто не ваше. Надеюсь, друзья, ваше авторское изделие подойдет, Ирине. Ну, творите, присылайте. Да, небольшая пауза сейчас рекламная, мы скоро к вам вернемся, будьте со Страной. Продолжаем, друзья, летняя песня, шикарная, очень подходит к сегодняшнему дню. Как будто из клипа, да, Ирина Зубияка перемещается в эфирную студию телерадиоканала Страна.ФМ. Точно. Ира, тут вопросов к тебе много. Один из них, когда ждать новый альбом, и он часто повторяющийся, видимо. Твои фанаты, поклонники ждут. Все время делаем, работаем. А когда не скажем? Это непонятно, я не могу ставить сроки, это такой вот непредсказуемый процесс. Понятно. Еще вопрос, когда будет большой гастрольный тур, Евгений написал ВКонтакте. Будет ли вообще большой гастрольный тур? Ну, вот, например, альбом ты выпустишь и поедешь в поддержку. Типа с программы, по залу. Ну, не знаем. Большой гастрольный тур, вот. Такой вопрос. Прям вот большой, вот у меня, в принципе, вот так вот большого не было. Обычно я мечусь всегда через Москву, потом опять лечу в другую часть России, опять возвращаюсь, то есть я в свое время Домодедов был для меня как дом родной. Дом родной. Да, 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 да. Но вот такого вот ни разу не было. А, было, ну, три города подряд. Это был Владивосток, Нальчик и еще какой-то. Нормальный разрыв. Нормальный разрыв. Ну, это нельзя назвать, что это гастрольный тур, три города, правильно? Для меня тур это как-то вот, ну, когда ты там... Ну, в принципе, ты уезжаешь. Да, конечно. Сообщение-комплимент. Круто. С возвращением. В свое время альбом «Преступление» был заслушан до дыр, Наталья написала. Спасибо большое. И если вот спрашивают, Женя Литвинов, соберешься в Саратов, тебя там очень ждут концерта? В Саратов в конце сентября уже не помню какой. А, будет. То есть будет концерт, да? Будет, будет. Вроде бы должен быть. Угу. Ну, отслеживайте, да? Это отлично. Тут очень хорошее сообщение пришло. Ира, ваша семья создает какую-то гармоничную такую картинку, где вы познакомились с мужем, и был ли это такой взгляд с первого взгляда? Взгляд-взгляд и с первого взгляда любовь, видимо, наверное, так как-то Ирина пишет. Был. Мы познакомились на дне рождения моего бывшего, моей бывшей продюсера мужа. Ага. Вот он пришел туда петь. И сразу? А я пришла туда просто поздравить. Угу. Угу. И я его увидела тогда. Еще спросила, я говорю, а кто у тебя такой? У него еще такой хвостик был. Креативный. Я говорю, такой как тушканный, я говорю, такой хорошенький. Тушканчий. А вот ты услышишь, он выступать будет. Ну, вот как-то так он подошел, познакомились с радиусом. И сразу? Да, 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 все сразу произошло. Все очень стремительно, быстро. Мы оба стрельцы, и как-то вот... Не раздумывали? Угу. Угу. Стрела Амура покорила обоих. Ну, а как уживаются два стрельца, скажи? Мне кажется, стрельцы только друг с другом уживаются. Проблем никаких. С ним так до жути сложно. Да? Не стрельцу сложно, а вот... Партнеру. Да, стрелец, он из черта многоцентричен, причем неосознанно. Угу. И это не каждый воспринимает нормально. А вот стрельцу... Воспринимает нормально. Стрельца. Ну, понимают друг друга просто. Кули-кулика, ведь это сдалека. Вы знаете, я вообще первое время, Слава зовут, мам, вторую половину. Угу. Смотрела на него, видела себя все время. То есть настолько у нас схожее. Мы как зеркальное отражение друг друга. Ох, у нас интересный разговор за кадром будет. У нас-то пауза. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Реклама, друзья. Лучшее в стране на телерадиоканале «Страна.ФМ». Ой, хорошо сидим, друзья. У нас в гостях сегодня... Эпиотичная рубрика, да. Да, Ирина Забияко, группа «Чили». Мы несказанно рады тебе, Ира. Спасибо, что ты к нам пришла. Ну, давай поговорим о работе, потому что у нас сейчас уже совсем скоро прозвучит песня твоя новая, которая называется «Беги». Написал ее твой муж любимый, о котором мы говорили буквально несколько минут назад. С которым случилась та самая любовь. Вот. Написал, и планируется клип, да? Или не планируется? Или сейчас ты только задумалась? Думаю, смотрим. Ну, хотелось бы, а там как пойдет, будем этот вопрос решать. Ну, я как-то вот... Ты вообще не паришься, да? Да, как-то прихожу. Мы сейчас смотрим, насколько она идет. Хорошо, плохо, вовремя, не вовремя, мы ее дали. Аналитика такая. Да-да-да, конечно. Своего рода. А смысл снимать, если, например, ну, как бы она не востребована, только выбрасывать деньги на ветер, а потом сидеть. Сколько надо песню, ну, по-твоему, на концертах поиграть, посмотреть на реакцию зрителей? На концертах нет, это не на концертах, это больше смотрится в рейтинге. Как берет радио, как хорошо она идет там, ну, там... Ну, по-твоему. Высматривается, да, по-другому. Я сама не понимаю этой системы, как там... Есть специально обученные люди. Они анализируют, насколько у них хорошо пользуется спросом песни, а ну, как-то это все делает. Ну, и мы так... Я тебя уже спросила за кадром, просто в эфире тоже хочется об этом поговорить. Ты сейчас не отслеживаешь, кто популярный, кто... Новых музыкантов не следишь в интернете? Ну, я могу что-то где-то видеть, например, я захожу на Фейсбуке, я вижу, что бурно обсуждают люди, там, не помню... Ну, кто-то сейчас там в топе. Девочку-гречку. Монеточку-гречку, да. Монеточку. Да, что ты скажешь? Я, честно говоря, даже гречку не послушала. А монеточку послушала? Ну, я за нее где-то заступила. Даже не слышала, честно. Ну, мне не нравится, как бы, когда люди чуть неадекватно. Хаэт. Я написала, перемен требует наше сердце, чтобы вы понимали. Ну, это действительно так. А ты сама еще какую музыку слушаешь? Ну, вот так. Какие жанры? Слушаю? Я люблю рок-н-ролл. Рок-н-ролл жив. Старый. Ух ты. Чувствую, там какая-то жизнь такая. Чтобы люди, которые влюблены в рэп, может быть, людям, которым сейчас лет по 16-18... Знаете, я помню, когда мне было 20 лет, как этот рэп упорно пытался завоевать свою позицию. То есть, на самом деле, он существовал всегда. Безусловно. И как ему было сложно. Потому что тогда был популярен как раз рок-н-ролл. Ну, друг другие стилизации. И как-то вот не получалось прорваться. Вот в какой-то момент все-таки эта музыка стала востребована, нужна. На нем сейчас вырастают поколения. Вот я даже элементарно выхожу с ребенком на площадку, там подростки гуляют в JBL, они слушают рэп. Я не знаю, кто это поет, но я слышу, что... Ну, это русскоязычный рэп или... Русскоязычный. Русскоязычный. Ну, конечно, сейчас-то... Баста поднял руку сейчас. Да нет, ты что там, я чувствую, Аксинрон... Ну, вот это вот поколение, оно его долго будет еще поддерживать, то есть оно останется. Ну, а если кто-то из этого поколения, Ир, хотел бы познакомиться с хорошим рок-н-роллом. Например, три альбома, которые ты могла бы посоветовать. Вот с чего начать, да? Ну, я не могу советовать их. Ну, твое предпочтение. Твои симпатии. Топ-3 исполнителя хотя бы, который ты слушаешь. Ну, мне в свое время нравился Хим. Это финский коллектив, который, к сожалению, вроде бы закончил уже свое существование. Ну, песни-то остались, записи есть. Ну, да, песни остались. Мне нравится... Господи, вы так вот меня огорошили, мне сейчас сложно. Ну, давай, кого вспомнишь тогда просто? Да, много групп. Rolling Stones и... Давай, третий. А есть такая песня прикольная, Blue, Osterkult, что ли называется. Ну, ладно. Там с колотушкой она клевая, такая, часто с саундтреками в фильмах играют. Ладно, три составили, нормально. В общем, Ира, сейчас ты сама услышишь свою песню. Мы ее тоже заценим. Дорогие друзья, у нас в эфире звучит композиция «Беги». Тем временем будет трансформироваться в нашей студии. Нет, 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 мы здесь как раз. Мы будем как раз потанцевать. Будем бегать просто по кругу. Мы видеоряд, друзья. Мы видеоряд. Смотрим, слушаем. Смотрим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Пока нет ощущений, но я люблю зиму. А, да? Да, я вот сейчас наступит осень, я начну выглядывать так из окошка. Ну, куда же пойдет снег? Ну, пожалуйста, снег, хочу снега. Я вот сейчас улечу на Чукотку, там уже осень идет полным. На Чукотке что будешь делать, рассказывай? Петь. Петь? Для кого? Петь один раз, но жить там пять дней. Моя знакомая говорит, а ты туда отдыхать едешь? Я говорю, ты что, шутишь? Она говорит, ну, знаю тебя, ты можешь туда поехать. Я говорю, я туда могу поехать, но зимой. Ну, то есть, как бы, осенью нет. Осенью я бы уезжала куда-нибудь как раз в лето. Места силы на территории страны для тебя, это что? Вот Чукотка, например, является местом силы? А что, что? Местом силы. Места силы? Места силы. Где ты можешь напитаться? Любое место, где есть горы. Горы? Да, я люблю горы. Горы для меня какие-то магические. Знаете, как еще писал Ницше в книге Заратустра, он там очень здорово сказал насчет гор. Ты однажды туда попадаешь, и оно такое ощущение, что начинает над тобой иметь власть. Они тебя захватывают. Это вот прям про меня, я без них не могу. Я даже когда прилетаю на гастроли в Алма-Аты, я вижу эти горы, и все. Я не могу уехать. Не побывав там, да? Не пожив там... Какое-то время. ...хотя по 10 дней, да. Ну вот гастроли — это гастроли, как правило. Приехал, уехал. Я всегда с печалью уезжаю. Ой, ну класс. Слушай, между морем и горами горы — это твое, получается. Мы желаем тебе не забывать, что вся общественность культурная ждет новой пластинки. Да, конечно. Если не так быстро, то хотя бы синглами радуй. В этом направлении что-то будет делаться. Вот мы послушали песню «Беги», которая будет уже в новой пластинке, правильно? Да-да. А следующий трек примерно когда? Ну, он уже написан. Это понятно. Мы сейчас определяемся со стилем. Я не знаю, куда мы его вернем. А что значит «определяемся»? Либо это будет тоже что-то вот такое вот. Определяемся это, пробуем? Постоянно репетиции, репетиции, репетиции. Ищите или что? Или отслеживаете, что значит «определяемся» со стилем? У вас, в принципе, мне кажется, очень такое... Ну вот я могу сразу осознать, «Голгруппач» или вот какая-то своя стилистика уже есть. Мне интересно, что это значит «ищем». Ну, мы по стилю ищем больше. Что же мы хотим? Где она лучше прозвучит? С каким грубом? Нужны ли здесь такие гитары или другие гитары? Как лучше упаковать? Хочется, чтобы песня... Чтобы под нее хотелось двигать. Понимаете? Чтобы вот... Вот это тоже вы сейчас слушали песню «Беги». Она в первом варианте, она была классная, но ничего-то не хватало. Она какая-то вот... Тегучая. Но не до конца реализованная была, что ли? Ноги в пляс не пускаются, понимаете, да? А вот с таким грубом, с такими барабанами, они сразу пускаются в пляс. Вот у меня, по крайней мере. И вас может быть нет. Мы желаем, чтобы у тебя это получилось. Конечно. Чтобы ты нашла... Да получится. Вот. Все, тогда ждем со следующим уже треком. Да. И всего тебе самого хорошего. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ирина Забияка, группа «Чили». Группа «Чили». Спасибо огромное. Роман Шахов. Лиза Калинина. Друзья, мы увидимся, услышимся в понедельник. Хороших выходных. Спасибо. Продолжение следует...